МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С новостями понедельника вас познакомлю я, Олег Рудаков. В начале выпуска коротко о главном. В шоу с последствиями. Во время циркового представления в Орле медведь напал на дрессировщицу, пострадал ее напарник. Как случилось ЧП? Действительно, каждый, кто участвовал в этом деле, построил себе памятник. С божьей помощью патриарх Московский и всеяруси Кирилл осветил храм Академии ФСО в Орле. Кому посвящена обитель? На высокой скорости в Орле в ДТП с мопедами пострадали подростки. Двухколесный столкнулся с иномаркой. Каковы последствия происшествия? Генеральный партнер программы «Главные новости» СМП «Банк». В воскресенье областной центр посетил патриарх Кирилл. Он осветил новый храм Казанской иконы Божией Матери, построенный при Академии ФСО. На мероприятии присутствовали губернатор Андрей Клычков, митрополит Орловский и Болховский Тихон, руководители и сотрудники Федеральной службы охраны страны, местное духовенство и прихожане. В своем обращении к верующим патриарх поздравил всех с этим важным историческим событием. Всех хотел бы сердечно поблагодарить. Действительно, каждый, кто участвовал в этом деле, построил себе памятник. И, используя замечательные слова Александра Сергеевича Пушкина, сказал бы, это памятник не рукотворный. С одной стороны, он сделан руками, и для людей он рукотворный, а вот перед лицом Божиим он не рукотворный. Потому что через это место будут люди обретать Бога в сердце, будут приближаться к Богу. А значит, становиться лучше, больше делать добра и правды. К чему, собственно говоря, и должно уступляться идеальное человеческое общество. Напомню, храм Казанской иконы Божьей Матери заложили в 2007 году. С 2011 по 2017 строительство приостанавливалось из-за недостатка финансирования. В 2019 все работы по возведению и благоустройству храма были завершены. Цирковой номер едва не оказался смертельным для дрессировщицы и ее партнера. В Орле на арене Шапито случился опасный инцидент, в котором серьезно пострадал укротитель. Его атаковал медведь. Чтобы спасти артисту руку, орловские хирурги работали 6 часов подряд. Подробности необычного ЧП у Ивана Суверина. Из-под циркового шатра слышатся звуки репетиции, а в кассе Бойко продают билеты. Стало быть, воскресное представление состоится. Но вот будут ли в программе медведи, кастирша не знает. Со вчерашним ЧП в связи у вас не отменяется ничего? Представление будет? Чего-то не отменяется. А медведь будет выступать тоже тот же самый? Это и масса не будет. Это и только будет. Бегущая строка над кассой обещает шок в манеже. Именно его-то зрителям субботнего шоу хватило с избытком. Посреди номера гималайский медведь Степан атаковал укротительницу, а за ней и ее партнера. В региональном СК признаются, таких инцидентов орловским следователям разбирать еще не приходилось. 16 октября 2021 года в городе Орле во время циркового представления произошло нападение дрессированного циркового медведя на сотрудников цирка. В результате этого одному из сотрудников были причинены телесные повреждения. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Подробности случившегося на условиях анонимности нам сообщил руководитель цирковой труппы. Во время номера не с того ни сего медведь проявил агрессию относительно дрессировщицы. Потом, когда ее стали защищать, он переквалифицировался на дрессировщика. В общем, она оделась легкими ушибами, а у него серьезная травма руки. Даже на рекламном штендере мишка выглядит более чем внушительно. А уж в природе гималайский медведь – один из самых опасных наземных хищников планеты. С таким шутки плохи. Никаких санкций против косолапого нарушителя заверили в цирке. Не последовало и не предвидится. Медведя не наказали и даже не срезали паек. Однако от манежа мохнатый буян будет отставлен навсегда. Работать он не будет уже. То есть вы его отстраняете от приставления, да? Да. Ну, если может быть, если он останется у нас, будет у нас пенсионировать. Так, такое бывает. Возможно, сдадим зоопарк. Если найдем зоопарк, сейчас неохотно зоопарки принимают. Без цирковых лавров надолго останется и второй медведь – партнер того самого Степана. Номер был рассчитан на двух мишек. В этом цирке подобный инцидент случился впервые, но в целом для российской арены случай не уникальный. Только обычно распускать на манеже руки, точнее лапы, случается хищникам из семейства кошачьих. Почему взбунтовался косолапый артист? Одно предположение есть. В соседнем регионе программу с животными пришлось отменить из-за карантина. Медведи бездельничали четыре недели и, вероятно, попросту распустились. Иван Суверин, телеканал Первый областной. Сегодня в Орловской области зафиксирован 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровело за сутки 96 человек, а скончалось в строя. На выходных в прямой эфир в одной из социальных сетей вышла врач больницы скорой медицинской помощи имени Симашко. Она рассказала о ситуации происходящей в учреждении. У нас уже которую неделю не умолкают сирены скорой помощи ни днем, ни ночью. И если раньше тотальная двухсторонняя пневмония для больницы, это были редкие пациенты, это пациенты из тяжелой сопутствующей патологии, истощенные, ослабленные, то на сегодняшний день это каждый второй-третий пациент, возрастная категория от 30-60. Орел постарел на несколько веков. Об этом свидетельствуют артефакты, найденные археологами на месте слияния Аки и Орлика. Монета Северной Германии и гилька от весов 11 века. Княжеская печать Святого Николая конца 11-го, первой половины 12-го века. Все эти находки говорят о том, что на стрелке во время княжения Вятичей находился административный центр. Губернатор Андрей Клычков накануне посетил место раскопок и прокомментировал их результат. Некоторое время назад один юбилей. Сейчас оказывается, что Орлу или не Орлу, а другому поселению, которое было еще до крепости, на 400 или 500 лет больше. И те раскопки, которые проводились у нас на стрелке, они сегодня подтверждают 11-й век, 12-й век. И, безусловно, наверное, как каждому, кто живет в Орле, просто удивительно, что история, она расширяется. И боюсь даже предположить, что будет, если еще дальше продолжить раскопки. Напомним, что раскопки на месте детинца Орловской крепости начались еще в 2015 году. В 20-х числах сентября этого года они возобновились под руководством научного сотрудника Института археологии РАН Олега Радюша. У нас этот год очень богат на находки. Это и Субичинская битва, и Субичинская битва была одним из вопросов, которые мы обсуждали на встрече с премьер-министром. Соответствующие поручения даны в ближайшее время состоится встреча с министром культуры. И я думаю, что второй элемент нашей дальнейшей работы по вековичной памяти о восстановлении, о развитии, может быть, не Орла, а просто этого места, торгового места, крепости, во многом будет сейчас предопределенными находками. Накануне утром пожар в частном жилом доме привел к трагедии. Огненное ЧП случилось в селе Русский Брод Верховского района. На момент прибытия огнеборцев постройка горела уже по всей площади, обрушилась кровля. В ходе тушения спасатели обнаружили страшные последствия возгорания. Среди пожарного мусора были найдены тела двух женщин 41-го и 69-го годов рождения. Выяснить причины рокового случая предстоит экспертам испытательно-пожарной лаборатории. А вечером пятница в северном районе города Орла зафиксировано ДТП с участием несовершеннолетних. Мопед столкнулся с иномаркой на автомобильной стоянке ТРЦ «Рио». Обоих седоков двухколесной машины забрала скорая. Наш спецскор Иван Суверин с места происшествия. Последствия ДТП для его участников распределились согласно весу и классу машин. Владельцу «Рено Дастер» предстоит косметический ремонт капота и бампера. А вот водителя и пассажира мопеда придется латать уже врачам. Автомобиль «Дастер» двигался по прилегающей территории Московской шоссе 175, где произошло столкновение с мопедом «Альфа», который приближался слева. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла 14 лет и пассажир 15 лет. Оба доставлены в медицинское учреждение. По словам инспекторов, исходя из картины происшествия, «Дастер» двигался не слишком быстро, ни то сорванцам на мопеде и вовсе было бы не забровать. Как говорит водитель «Рено», юные мотогонщики не оставили ему шанса предотвратить ДТП маневром или торможением. Полицейские отмечают, чтобы приблизиться к «Дастеру» слева, мопед должен был пересечь двойную сплошную. Но вот насколько актуальна такая разметка на данной автостоянке, пока вопрос. Кто виноват в данном конкретном ДТП, инспекторам еще предстоит понять в ходе административного дознания. А вот чего они точно не смогут понять, так это родители, доверяющих несовершеннолетним мототранспорт. Иван Суверин, телеканал «Первый областной». Новым исполняющим обязанности руководителя Департамента образования Орловской области назначен Алексей Карлов. До этого он занимал должность директора регионального центра оценки качества образования. В ином качестве его представил губернатор Андрей Клычков на заседании правительства. Алексей Иванович имеет богатый опыт работы в сфере образования Орловской области. Струится он уже более 25 лет в этой сфере. Является почетным работником воспитания и просвещения Российской Федерации. Имеет целый ряд наград. Пройдя путь от учителя сельской школы до директора регионального центра оценки качества образования, Алексей Иванович зарекомендовал себя грамотным специалистом. Я уверен, что знание и опыт Алексея Ивановича Карлова позволят ему обеспечивать эффективное решение всех поставленных перед Департаментом образования области задач. Также говорили на совещании и о реализации госпрограмм в нашем регионе, в частности в сфере АПК. По словам зампреда по развитию агропромышленного комплекса региона Сергея Борзенкова, в 2021 году меры господдержки в этом секторе составили почти 1 миллиард 400 миллионов рублей. Продолжается работа и по поддержке экспорта продукции АПК, а также начинающих фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. По каким индикаторам есть риски и недостатки? Новый проект, то, что я говорил по строительству комплекса по производству молока в Дубовицке, у нас 1200 голов. Здесь вопрос по документам терпланирования мы завершаем. Это не быстрый вопрос. Но, естественно, продолжим реализацию проекта, который на сегодняшний день пока еще в начальной стадии. Это и по Агросу, по Аркопремиксу. Вот все эти проекты мы будем предложить. Губернатор поручил профильному департаменту обеспечить выполнение госпрограммы, а также доведение до сельхозтоваропроизводителей всех предусмотренных средств. Наибольшие расходы в бюджете региона 2022-2024 годов предусмотрены на социально-культурную сферу. Депутаты облсовета рассмотрели проект главного финдокумента на ближайшие три года. По информации руководителя департамента финансов Орловской области Елены Сапожниковой, общий объем доходов и расходов областного бюджета на 2022 год планируется в сумме 45 миллиардов 600 миллионов рублей, на 2023-й 47 миллиардов 600 миллионов рублей, а на 2024-й 46 миллиардов 700 миллионов рублей. Депутаты приняли решение поддержать концепцию проекта областного бюджета и рекомендовать президиуму проект закона для рассмотрения и принятия в первом чтении. Орловских инноваторов поддерживают на федеральном уровне. Стартовал прием заявок на программу «Умник» от фонда «Содействие инновациям». Программа создана для поддержки молодых людей в их научной проектной деятельности. Накануне на площадке конференции «Тургенев Диджитал» прошла встреча с экономическим советником фонда «Содействие инновациям» Анастасией Бестужевой, представителем фонда в Орловской области Сергеем Невстроевым и победителями программы «Умник» прошлых лет. Ирина Титова расскажет. Фонд «Содействие инновациям» осуществляет государственную поддержку малых предприятий инновационной направленности. Работает и с молодыми специалистами, разрабатывающими научно-технические проекты с перспективой коммерциализации. Одна из программ, к которой мы осуществляем поддержку, программа «Умник». Исходя из названия, в принципе, понятно, что мы работаем именно с молодежью, молодежью, как я уже сказала, со студентами, аспирантами, молодыми учеными, молодыми специалистами, у которых есть какая-то идея инновационная, прорывная. Им нужна помощь, поддержка на этой стадии для того, чтобы эту идею попробовать, посмотреть, будет ли она работать, попробовать какую-то самую первую экспериментальную версию, создать самую первую экспериментальную версию проекта. Программа «Умник» действует с 2007 года, в нашей области с 2013. За это время она стала отличным стартом для молодых инноваторов и их научных проектов. Сумма грантового выигрыша – 500 тысяч рублей. В 2019 году победителем конкурса стала орловчанка Анастасия Данилова. Мы разрабатывали сахар-стежащие порошки натурального происхождения, которые в дальнейшем добавляли в хлебобулочные изделия. Я думаю, что это не должно стоять на месте, тем более сейчас в тренде правильное и полезное питание, и оно должно развиваться и идти в массы. Фонд «Содействие инновациям» активно сотрудничает с Орловской областью. Сергей Невстроев, представитель этого фонда в нашем регионе, надеется, что как можно больше молодых орловских инноваторов получат государственную поддержку своих идей и проектов. Заявки принимаются до 15 ноября 2021 года. Заявки принимаются по шести направлениям. Это IT-технологии, новые приборы, новые материалы, биоинженерия. А также это ресурсосберегающая энергетика. Финал, на котором определится победитель, пройдет в начале декабря. Оценивать научно-технические разработки будут бизнес-эксперты и представители власти. Ирина Титова, Андрей Погосян, телеканал «Первый областной». Получить надбавку к зарплате или 250 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса. Все это стало возможным благодаря реализации программы «Социальный контракт». Омчанка Ольга Панкратова решила воспользоваться этой возможностью и вплотную заняться любимым делом. А именно тренерской деятельностью. С героиней познакомилась Анастасия Гришина. Может показаться, что съемочная группа «Первого областного» просто приехала снять одно из фитнес-занятий, если не знать всех нюансов. А, например, тот, что это яркий пример реализации социального контракта. И таким он тоже может быть. Сама Ольга в сфере фитнеса уже давно тренирует много лет. Вывести на качественно новый уровень свои занятия смогла благодаря участию в социальном контракте по направлению предпринимательства. Путь к мечте оказался вовсе не тернист. Во-первых, я собрала все документы, потом мне дали бизнес-план. В этом бизнес-плане я должна была указать, именно что мне нужно для моей деятельности, какое оборудование. Я должна была там все перечислить, все это показать. Ну и также статьи расходов и доходов указать. Новые коврики, утяжелители, бодибары, многое другое. С их появлением возникли и новые нагрузки для посетительниц занятий. Конечно же, физические. И реализация поставленных целей стала на шаг ближе. Прошло все отлично, все прошло успешно. Я закупила именно все, что хотела. Теперь мои тренировки будут разнообразными, эффективными, очень интересными. Границ реализации социального контракта практически не существует. Будь то занятия фитнесом, фотосалон, столярная мастерская или даже выращивание живности. Упростить все можно, обратившись к уже готовым коробочным решениям бизнес-концепций. Я считаю, что обязательно стоит. Все получится. Главное ничего не бояться. Чтобы воплотить в реальность свои идеи, достаточно обратиться в департамент социальной защиты Орловской области и определиться с направлением. Анастасия Гришина, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. Дзюба Головин Миранчук. Это фамилия известных российских футболистов. Но, возможно, совсем скоро к ним прибавятся новые. Ведь на минувших выходных в ПГТ «Знаменка» прошел межрегиональный футбольный турнир. Участие принимали юноши 2010 года рождения. О том, как прошли соревнования, возможно, с будущими футбольными звездами, расскажет Артем Смахтин. В год, когда родились эти ребята, проходил чемпионат мира по футболу в ЮАР. Тогда наша сборная не попала на турнир. Но, чтобы такого не произошло в дальнейшем, мальчишки развивают свои футбольные способности уже с юных лет. В этом отлично помогают соревнования. Одни из таких прошли на минувших выходных в ПГТ «Знаменка». Играли юноши в возрасте 10 лет. В межрегиональном футбольном турнире принимает участие 16 команд. Среди них ребята из Калужской, Брянской, Тульской и Курской областей. Ну и, конечно же, есть представители и из Орловской области. Накал с растения на турнире был нешуточный. Усиливали его и переживания наставников команд. Если игроку не получалось отнять мяч, то он запросто мог услышать это. Максим, ближе сюда, к игроку! Максим! О волнении тренеров вполне понятны. Они несколько лет ведут своих подопечных к трофеям. И именно от их установок на игру зависит успех молодых футболистов. Задачи на турнир ставим, конечно, амбициозные. Хотим попасть в число призеров. Но посмотрим. Турнир по составу очень серьезный. Да, команда очень серьезная. То есть, с такого уровня уже с ними встречались. Будет очень тяжело. Но ребята уже все друг друга знают. Поэтому задачи самые максимальные. Для ребят 2010 года рождения эти соревнования – шанс проявить себя. А для самых талантливых – это возможный футбольный трамплин в дальнейшей карьере. А главная группа поддержки молодых футболистов – это, конечно же, родители. Ну, турниры мы не так давно начали ездить. Занимаемся в спортивной школе США-4 в городе Курска. Это у нас, наверное, уже шестой турнир. В первые два дня на Знаменском стадионе проходил групповой этап. А в третьей команды сражались в формате «игр на вылет». Вдохновить юных футболистов заниматься этим видом спорта смогли наши профессиональные атлеты. Особый рост популярности футбола произошел после успеха нашей сборной на Мундиале в 2018 году. После чемпионата мира начал заниматься футболом. Когда… 2018 год, когда Россия выиграла Испанию. Занимался уже футболом 4 года. Мой папа просто сказал про футбол, я заинтересовался и пошел тренироваться на футбол. Сначала плохо тренировался, а потом начал очень хорошо тренироваться. Для повышения интереса к этому виду спорта и развитию способностей ребят и создавался турнир. Главная цель – поддержка регионального юношеского футбола. В целом я сам фанат футбола, поэтому мне этот вид спорта симпатичен. От этого все и произошло. Это хорошее достаточно занятие, альтернатива интернету. В финальный день соревнований определились победители. Золото турнира удалось завоевать команде «Сшор-1» из Железногорска. Награды получили и остальные команды. Как говорят организаторы, это сделано для того, чтобы ребята не теряли интерес к футболу. Но и поражение не должны его отбивать. Ведь они закаляют. И, возможно, через 10 лет кто-то из участников турниров ПГТ «Знаменка» поднимет кубок чемпионата мира на Уэмбле. Артем Смактин, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 100 и 4FM. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. Это все новости на сегодня. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Что такое семья? Это ответственность. Получите максимум от своих сбережений. Откройте вклад на выгодных условиях для себя и своих близких. Мечтайте, планируйте, сберегайте. Купим акции АО «Орел Текмаш». Телефон 8-915-143-71-01. 8-915-143-71-01. Агропромышленный холдинг «Мираторг» приглашает на работу. Агронома, тракториста-машиниста, водителя категории Е, аппаратчика обработки зерна, оператора ЗАВ. Стабильная заработная плата, комфортные условия труда, доставка до места работы. Звоните. 8-915-547-78. Вспоминаете бурную молодость? Задумайтесь о своем здоровье. Сдайте бесплатно тест на ВИЧ. Вы смотрите прогноз погоды. На Первом областном обо всем расскажу я, Катерина Ясная. Здравствуйте. Всемирный день балет отмечается 19 октября. С некоторых пор появилась традиция. По всему миру в самых прославленных театрах установили камеры. И в праздник, ежедневные будни балетной жизни могут увидеть все желающие, например, одного из обычных репетиционных дней. Для многих это становится возможностью окунуться в настоящий мир балета. Увидеть и понять, что выход на сцену – это итог ежедневной многочасовой работы и тяжелого труда. А теперь о прогнозе в нашей области. Ко вторнику резко похолодает. В Амцинске пасмурные дожди. Воздух прогреется до плюс четырех. Ночью станет в два раза холоднее. Плюс один-два. Перемены облачности в Ливнах. К вечеру дождь. Температура воздуха при этом плюс четыре-шесть. В темное время суток в среднем плюс два. Небольшой дождь накроет Болхов. Пасмурно – четыре градуса днем. Ночью температура воздуха плюс один. В Орле – плюс пять. Серый. Небольшой дождь. Днем максимум – плюс четыре, плюс шесть. Ночью – на один, три выше нуля. Направление ветра северо-восточное со скоростью до шести метров в секунду. Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. Такой прогноз ожидается во вторник. А Первый областной всегда с вами, независимо от погоды. Партнер программы территории семейного отдыха – Пиксель Парк. Погода переменчива, но планы на 23 октября на 15.00 лучше составить заранее. Это событие точно нельзя пропустить. Открытие новой территории семейного отдыха – Пиксель Парк. Всем крепкого здоровья и хорошего настроения. До свидания. Мир не будет прежним. Новая галактика развлечений. Пиксель Парк. Впервые в Орле. Полигон виртуальной реальности. Лазер Тага. И боев управляемых роботов. Настольные и компьютерные игры. И не только. Грандиозное открытие. 23 октября в 15.00. ТЦ Модус. Ломоносовый 6. Подробности по телефону 8 953 615 44 46. Субтитры сделал DimaTorzok